Мы находимся в кафе, сегодня поговорим о посадном освещении. Посмотрите, пожалуйста, сзади меня пример посадного освещения. Как он выглядит, и для чего вообще посадное освещение нужно, и важно ли оно вообще. Вот смотрите, очень красиво фактурно выделяется стена. Вот здесь вот, и в форме круга, в данном случае в форме круга падает освещение, мягко распространяясь по всей стене. Но оно также, вот эти вот светильники предусмотрены, чтобы еще освещение было как снизу, так и сверху. То есть фасадное освещение, оно освещает фасады зданий, фасады домов, для того, чтобы они более в вечернее время выглядели привлекательно и более притягательно, более сказочно. Конечно же, фасад здесь, вот этот подсветильник, смотрите, он рабочий, но у него... Он светит, но он почему-то не светит, да? Почему? А так должно еще сверху светить, а здесь только внизу освещать. Фасадное освещение бывает разных видов, можно предусмотреть разных и цветов, как вам нравится, как подход к стилю вашего дома. Вашего здания. Еще фасадное освещение бывает не просто освещением, как бы свет дает, а еще и какие-то рисунки могут быть. Просто включив светильник, вы получите дополнительный какой-то узор на стене. Тоже очень выигрышно смотрится, очень необычно и красиво. Пользуйтесь фасадным освещением и ваш дом, ваш фасад сразу же заиграет. С вами была Георгиевская Татьяна. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, под видео. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!